Я хотела бы начать наше интервью с вопроса о том, как вам видится сегодняшняя аудитория. Вы знаете, это очень разные люди, и это нормально. Некоторые действительно представляют из себя таких локомотивов развития медиа, каких-то нового видения. Некоторые люди как-то пытаются еще оперировать старыми терминами, старыми конструкциями. Наверное, это нормально, общество состоит из разных людей. Считается, что в первую очередь интернет-СМИ фактически задавили пользователя, зрителя, слушателя и читателя невероятным потоком информации. Как вы считаете, правильно было бы СМИ сегодня вести себя в этой ситуации для того, чтобы пользователю с этими СМИ было комфортно? Понимаете, я бы вообще не стал противопоставлять, что в интернете происходит, тому, что происходит не в интернете. Потому что интернет – это способ доставки сигнала. Значит, когда я своему четырехлетнему сыну показал какой-то мультфильм по телевизору, он говорит, папа, давай еще раз его посмотрим. Я говорю, я не могу. Почему? Я говорю, ну потому что его нельзя запустить еще раз. Говорит, ну другие же можно было запустить. Я говорю, ну понимаешь, как это эфир. Но эфир – это когда вот там сидит дядя на вышке, и вот он запускает всем детям мультики, поэтому повторить нельзя. То есть им безразлично, каким способом дошел сигнал через интернет, с диска, с тарелки со спутниковой, с эфирной антенной. Они в своем возрасте этого не понимают и не обязаны. Как мы с вами абсолютно не понимаем, нам не важно, каким путем к нам пришла вода в душ. Главное, чтобы она была чистая. Поэтому здесь не надо думать о том, как бы себя так повести, но надо повести себя с точки зрения принципов конкуренции. Значит, если у тебя лучше, значит ты победишь. Другое дело, я в чем могу с вами согласиться, в том, что сейчас большинство аудитории в разных странах, в России, в особенности, у вас, я надеюсь, что в меньшей степени, но тоже, составляет массовая аудитория, она не очень качественная. То есть представьте себе торт. Значит, две трети торта – это вот один кусок, а одна треть – это такая маленькая, нарезанная на маленькие-маленькие-маленькие кусочки. И, значит, если вы, там, не знаю, какая-нибудь условная кошка, которая хочет съесть этот пирог, да, то вы что сделаете? Вы ухватите за большую часть и стянете ее со стола. А если вы ухватите за маленькую часть, то вы ухватите только маленькую-маленькую часть. Соответственно, каждое средство массовой информации пытается посмотреть в рот вот этой аудитории, такой вот массовой, такой вот, знаете, такой вот, ой, простоватой, и угадать, что же она хочет. Товарищ, может быть, ты хочешь про звезд? Ну, давай про звезд. Ну, может быть, ты хочешь про, там, какой-нибудь криминал, там, чтобы зарезали ножами? Ну, давай, ладно. Другой подходит, слушай, говорит, ты что это за криминал? Что это за звезд? Ну, звезды что-то поют там. Давай, у меня будет сразу и звезды, и криминал. Звезды будут резать друг друга. Вау, классно, давай. Значит, вот конкурировать с этим практически невозможно, потому что все остальные, кто обслуживает более качественную аудиторию, они вынуждены таскать по маленькому кусочку пирога. Вот качественная аудитория нарезана очень мелко, а некачественная аудитория, значит, одним большим лаптем. И это, конечно, составляет главную проблему. Где найти деньги? То есть, говоря бизнес-языком, как монетизироваться? Ответа пока нет. Сложнее всего монетизироваться в интернете. Не говорите, это не сложнее всего. Ну, по крайней мере, интернет-телевидение, оно на сегодняшний день не может быть таким же прибыльным, как традиционный. Да что вы говорите, традиционное и прибыльное? Интересно, много я узнаю. Знаете, есть такая поговорка. Хороший бизнесмен берет деньги в банки в развитии бизнеса, а умный бизнесмен в Министерстве финансов. Поэтому, если вы имеете в виду, что традиционному телевидению дает государство, вы совершенно правы. Но если мы с вами говорим о бизнесе, а я все-таки сейчас как бы в жизни занимаюсь бизнесом, то есть у нас компания, которая занимается образованием для бизнеса, и сама занимается бизнесом, то надо как-то монетизироваться с помощью потребителя. Ни один государственный или негосударственный, большой, такой толстый, традиционный, так сказать, канал самостоятельно самоокупиться практически не может. И все-таки в связи с этим уйдут каналы в интернет традиционные для того, чтобы зрители могли отмотать и посмотреть то, что они хотят увидеть снова и снова? Или же не останутся и традиционные с миссией традиционных? Знаете, как пелось в песне «Я люблю тебя жизнь, но от имени снова и снова». Значит, опять же, интернет – это способ доставки сигнала. Вот нет такого, что это интернет-СМИ, а это не интернет-СМИ. Интернет-СМИ – это то, которое находит большую часть своей аудитории посредством передачи ей сигнала через интернет. Поэтому я могу страшную новость сообщить. Они уже ушли туда. Потому что в России недавно аудитория Яндекса, ну, подсчеты разные, погрешность большая, но впервые превысила аудиторию Первого канала. Значит, вопрос о том, какое это СМИ для вас, как для потребителей, состоит в том, каким образом вы его сигнал поймаете и увидите. Значит, если вы это делаете путем вот этой вот антенны рогатой, это технологически, подчеркиваю, очень отсталый способ. Технологически. Значит, если вы это делаете через интернет, интернет – это более продвинутый, более удобный способ, если не считать того, что скорость интернета пока в наших странах не очень большая. Скоро повысится. Поэтому, что значит, вот уйдут или не уйдут, а когда уйдут, что будет? Да, они уже туда ушли. Я, например, я телевизор, у меня дома нет телевизора. Нет телевизора. У меня есть монитор, который подключен там, к чему я хочу. Он, может быть, через HDMI подключен к интернету. Он, может быть, там, подключен к плееру. Но у меня нет телевизора, потому что мне вот эта антенна рогатая не нужна. Вот для меня они ушли. Это не значит, что я ничего не смотрю из того контента, который предлагают крупные телеканалы. Я их смотрю в интернете. Вот вам и ответ. И все-таки, возвращаясь к вопросу аудитории. Как воспитывать эту аудиторию? Как с ней работать, чтобы она становилась качественной, с вот этой вот массовой и не очень качественной? Никак. Ответ никак, потому что нет способов перевоспитать аудиторию. Вы можете перевоспитать свою маму, например. Ну, вряд ли. Точно так же здесь аудиторию, которая, кстати говоря, как вы знаете, носит всегда гендерно-женское. То есть аудитория всегда женская, даже если одни мужики сидят. А спикер, докладчик, он всегда мужчина, даже если это женщина на самом деле, но по гендерным признакам. Так вот, аудиторию бесполезно перевоспитывать. Значит, давайте перевоспитаем аудиторию. Это все равно, что там, не знаю, ну давайте вот отменим зиму. Холодно зимой, а летом лучше. Давайте ее отменим. Примем в парламенте закон, отменяющий зиму. Парламент принял, зимы больше нет. Ну, как бы все равно холодно. Вот так и здесь тоже, понимаете. К сожалению, ничего с этим не сделаешь. Значит, я всегда привожу один и тот же кейс. Представь себе, что мы втроем. Вот я, вы и оператор, вы производители мороженого. У нас три завода по производству мороженого. Мы конкурируем друг с другом. В итоге мы понимаем, что, ну, особенно ничего сделать нельзя. Примерно поровну идем, а мороженое как-то уже меньше все людей хотят есть. Кто-то там какие-то десерты предпочитает, кто-то коктейли молочные. И вдруг один из нас добавляет в мороженое коноплю и пишет, теперь мороженое с коноплей. Значит, что делает аудитория? Естественно, она приходит к тому, кто... Что делают остальные двое? Остальные двое, они должны либо обидеться на жизнь и сказать, ну, все, я ухожу, вообще больше не буду заниматься этим бизнесом, либо он тоже добавляет в мороженое коноплю. Значит, перевоспитывать аудиторию потребителя, который покупает мороженое, бесполезно. А точно так же есть, условно говоря, медиа-конопля, который попадает в контент и который будет востребоваться все больше и больше. Перевоспитывать это невозможно. Можно запретить. Вопрос, надолго ли? Ну, вот уже пытались там запретить одни ребята 25 лет назад, да, ну и раньше. Где они сейчас? На Новодевичем у нас лежат. Если аудитория привыкла к этой медиа-конопле, какими будут СМИ и аудитория через несколько лет? Я думаю, что будет очень похоже на средневековую систему, как ни странно. Какое-то будет новое средневековье. Такой нео-медиавализм. То есть, как ремесленник, вот он там, допустим, умеет подковывать лошадей. У него вот там в пределах его селения, это его рынок. Ну, редко кто там всадник прискачет из соседнего, у него там подкова потеряется. Он, конечно, тоже может подковать эту лошадь, но это очень мало. Он гарантированно имеет работу, потому что количество лошадей в его селении примерно всегда одинаковое, как и всадников. Но, с другой стороны, масштабироваться, знаете, вот на федеральный уровень средневековья он практически не мог. Ну, если он там не какой-то крупный воротило у стынской компании. Так и здесь тоже. Значит, я уже вижу, что у вас сейчас, вы не снимаете камерой там битакам, какой-нибудь икигами, который стоит 50 тысяч долларов, стоит на штативе, который стоит 30 тысяч долларов, и аудиооборудование, которое тянет на десятку. У вас все стоит гораздо дешевле. Почему? Потому что вы понимаете, что такими огромными деньгами, если вы будете заходить и обслуживать какую-то часть аудитории, то вы разоритесь очень быстро. Поэтому это маленький телеканал, где очень многое автоматизировано, который использует умеренную по цене, очень бюджетную технику, который обслуживает маленький сегмент аудитории, который хочет конкретные вещи от вас услышать. Вот такие СМИ, в том числе телевизионные, будут через 10 лет. Но доступность будет абсолютно всеохватная. То есть я могу, находясь за полярным кругом где-нибудь там, могу, допустим, залезть на сайты, поймать видеопоток в интернете маленькой районной белорусской телекомпании, если мне это интересно. Вот эти вот все монстры, вот эти вот, они вымрут не потому, что они плохие, а потому, что технологически они не смогут распространить свой сигнал на большую аудиторию, более. И помните поиск Платонова «Котлован»? Строили, строили метро, строили, 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 потом вышли на поверхность, а там уже летающие лифты. Продолжение следует...